Девушки отдыхают 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 Все печки тонутся, и дым идет прямо-прямо, так идет, ветра нет, и всех как столбиком кверху, а потом уж вверху там рассеивается немножко. По трубам можно посчитать, сколько у нас живых людей потеряется. Как дым здесь идет, там, значит, живое. А было, рассказывали, вот мама рассказывала, что раньше трудно было со спичками, то зажигали всегда на другой день от уголька, который оставался в печке. Но бывает так, что загребли, может быть, неправильно там это, на загнетку загребли, то бывает, что угольки потухли. Ну и теперь выбегают, утром мать посылает там, иди, посмотрите, у кого там печка топит, сбегайте за угольком. Ага, вот у тех-то там через дорогу или где-то печка топит, ага, туда, дайте нам уголек. Дали уголек, прибежал домой, тогда печку растопили. Я когда смотрю на трубу, у меня вспоминается это, что как. Сегодня-то у нас по-другому совсем все, вся жизнь. Так, все хорошо, все, все. Работы вроде бы меньше, нисколько работы не меньше стало, хоть и зима пришла, а работы нисколько не меньше. То, когда снег, утром встанешь, пока дойти, где открыть ворота, там, к баранам или куда, приходится час-полтора, пока снег бросать. Я уж смотрю, не купить ли эту машину, которая бросает снег. Ну, посмотрел, они сейчас дороговато, они какие-то, там, что-то за десятки тысяч. Думаю, ладно, я так побросаю, пока еще. Сила есть. Пока сила есть. Что-то жалко, жалко, жалко это. Так, какие вопросы ко мне еще? Так, слушаю, Льва. Простите, можно спросить, а больная, которая лежит, можно ее будет исповедовать и причастить? Конечно. Воскресенье, на воскресенье готовьте, когда я приеду, на то воскресенье готовьтесь и все, обязательно. Спасибо, Христос. Все, приготовьтесь. Потом про болезнь хотела бы поговорить. Ну, может быть, так, чтобы не всех в один день-то, а на другой раз оставить. Смотрите, может, здесь кого? У нас кто дома, кто у нас? Мария Унагаева, значит, Анна Кузьминична, Александра Ивановна и Валентина четверо. Ну, вот двоих можно в одно воскресенье, двоих на другое воскресенье. Смотрите, кто более тяжелее, кажется, больше, то в первое воскресенье. А кто, так это, более-менее, тех на древо в следующее воскресенье тогда встает. Так, еще какие вопросы по ним? Ничего нет. Ну, что, тогда занимайтесь, у кого есть какие вопросы, давайте решать. Могу задать. Да. А то уйдешь, поза глаза буду тут говорить. Давай, глаза. Я при батюшке спрошу это. Таинственные молитвы, даже в церкви знают это, в любой, где ничего не знают. Иже херувимы тайнообразующие. Молча, поднимите руку, кто знает, что это означает предложение. Перевести его на русский язык. Батюшка, смотри внимательно, это твоя пасха. Самый торжественный момент, к чему идет подготовка. И на колесо все, оглашенных выведет. Есть ответ, давай отвечай. Ну, пока не надо, я сказал, не надо. А, не надо. Сам результат. Посмотрите, какой, сколько человек сидит? Ну, 20-30 человек, ну. И получается, что почти на нуле. Я не выбирал молитвы. Батюшка, поясни их, чтобы люди знали. Запомните это. Торжественная, страшная молитва. И даже в любом проходном храме стараются не двигаться и не торговать в это время. В этих словах. Ну, я-то не вижу, что там за... Времени некогда наблюдать, что там в храме. Там есть у нас наблюдатели. Поэтому, смотри, херувимы... То есть мы, как бы, тайнообразующие, как херувимы, должны так себя вести, как небесные силы. Со страхом и трепетом стоять. Не ходить туда-сюда, ничего не... Вот только и все. Я, батюшка, а что? Я же не могу это смотреть, что там сзади делается у меня. Есть у нас наблюдатели в храме, за этим должны наблюдать. Батюшка, я не об этом спросил. Значение слов не знают. Предложить. Не то, что ходят. Объясните, вы проводите такие собрания. Спросили бы, когда вы меня, что непонятно. Я спрашиваю всегда, что непонятно. Какие есть вопросы? Никогда нет никаких вопросов. У православных принято, все непонятно, и поэтому еще не о чем спрашивать. Ну, помаленьку, начните с одного. Сегодня одно, что-то непонятно. Спросите завтра, другое, третье. И так помаленьку и будем. Вот и все. А дальше-то, смотрите, мы, стоящие в храме, в данном тайно из себя изображаем херувимов. Ну, вдумайтесь в эти слова. Второй вопрос. Это дальше. Почему не сказано, что мы изображаем ангелов? Тайно. И же тайно ангелов образующие. Неплохо быть. И монашесом называется ангельский чин. И ангелом называется Ян Креститель. Живущая правильно. Херувимами не называется. Это единственный момент в жизни, где нас останавливают и говорят, поднимитесь в высшую ступень. Это божьи служители. Но херувимы понимают, что там исполняют какую-то работу. Не они нам помогают, как ангел-хранитель, а ангел около нас, не херувим. И вот момент, когда должны задуматься. Теперь ангелы. Почему ангелов не изображают? Вот вопрос, который не ответите. Батюшка, это я считаю не по Писанию тут конкретно какое-то место. И далее. Вы в откровении читали. И ангел взял кадильницу, там, сыпал уголь в нее. Что это означает? Куда этот уголь предназначается? Видите, сколько подряд вопросов. Притом мы только что сошли с богослужения. Я-то говорю как староста. Я забочусь о храме. Только сегодня два раза угольки катились по ковру. Батюшка ногами их топтал. И что следы остались там от углей. Кто заправляет кадильницу? Зачем так полно заправляете? Почему сверху крышки нет? Сгорел храм. Я поехал. Зашел в этот храм. Я говорю, какая причина? Настоятель говорит, моя вина. Повесил кадильницу и не посмотрел. Пожарники сразу определили, где загорелось. Там ничего не было. Кадильница? От кадильницы сгорели многие храмы. Сегодняшний день я как староста прошу. Те, которые имеют право заходить в алтарь, чтецы. Обязательно. Обязательно. Чтоб заходили и смотрели, не горит ли какая свеча. В Жордан-Вилле сгорел самый главный собор при митрополите Виталия. В Канаде. Книги, мощи. Все сгорело. Из-за чего свеча? Донской монастырь горел уже, когда восстанавливались. Что? Свеча. Из свечей от свеч больше погибло храмов. Храмов погибло не сотни, намного больше. И ничего не поняли. У нас батюшка сегодня как ангел был. И угли сыпал, только непонятно куда. Так, я предупреждаю всех. Я туда хоть имею право заходить, но я боюсь в алтарь идти. Я редко-редко заглядываю туда. Пожалуйста, сохраните. Это соседство скадильной, скадильницы полной углей. Может обрежутся, что будем сидеть на угольках здесь. Володя, который топит здесь, он не имеет права заходить нечтец. Вот у меня этот вопрос. Приняли это? Помолитесь. Слово забыл, будем делать уже в дыму. Я был в этих храмах, где одни, говорится, трубы торчат. Как? Свеча, кадильница. Никто не поджигал. Думали, что подожгли. Стали расспрашивать. Наконец настоятель вышел и сказал, моя вина. Притом настоятель хороший. Ни крохобор никакой, ни взяточник, ни другими грехами одержимый. Так что мое предложение, вы сами подумайте как. Я в кадильницу не буду заглядывать. Но вы видели два раза сегодня. Угли сыпались. Если, как батюшка говорит, с диаконом что-то там не поладили, а диакон ничего не мог сделать, их полной кадильницей ударил. Еще дальше было. Не приведи Господь, конечно. И же ангелов образующие. Это ниже ступень немножко. Так давайте изображать разумно это. Ангел знал, кому сыпать угли, а мы сами себе их подсыпаем. Я как-то уже объяснял, но в богослужении даже утреннее делится и литургия. На три части разделяется. Первая часть литургии – это проскомидия, которую вы не видите. Это совершает священнослужитель до того, когда начинается благословенно царство. И далее идет. Вы еще нет. Это я уже к 7 часам облачаюсь. И в алтаре это совершается проскомидия. То есть ведется поминовение всех. Там и апостолов, и мучеников, пророков. Все записки, какие есть. Именно все это вынимается. Из просфор-частички. Вторая часть литургии – литургия оглашенных. Начинается от начала литургии и до того места, когда оглашенные изойдите. То есть за это время на литургии могут присутствовать все, кто готовится к окрещению, кто находится на эпитемии, если это есть где такое. И третья часть литургии – верных. Когда остаются только верные. Оглашенные все выходят из храма. И вот самая ответственная, скажем, сакраментальная такая часть литургии называется Евхаричистий канон. Это от верую и до достойно. Когда поют достойно. В это время, то есть до этого времени, все, что есть в молитве, они совершаются именно для этого момента, чтобы совершилось это самое таинство. Но у нас это тоже не знают. И в храмах-то большинство также не знают. И же Хюруим еще знают. А на Хюруимах, значит, надо стоять. Хотя, когда поют И же Хюруим, это идет только приготовление к этому. Все идет. Подготовительная часть идет. Со страхом и верою встанем. Это все идет в приготовление к этому. Гореем и сердца. Это тоже еще все к этому идет. А далее уже начинается самое сокровенное. Таинственное начинает. Когда из хлеба происходит присуществление в тело Христова. И из вина в кровь Христова. Это называется евхаристический канон. Вот это самое время, я был где-то в храмах других. По-видимому, там так уже были привычки, что в это время все до одного становятся на колени. Во время благослужения становятся на колени. Потому что когда мы совершаем соборное служение, бывает, что епископ или там священники, несколько священников, то присуществление хлеба в тело и вина в кровь совершает один священнослужитель. А все остальные молятся. И все в это время становятся на колени. Все стоят на колени. Один молится, а один на колени. Вот это самый такой момент, таинственный момент. Но у нас его тоже не знают многие. Смотри, черуи и хирурги постояли, а потом пошли все бродить по храму. Вот я в бой. Он не понимает, не знает. Поэтому это также имейте в виду. Вот это возьмите себя. От верую и достойно, когда поют достойно. Про поют достойно. Но бывает, когда достойно не поют. Но это на великие господские праздники. Там вместо достойно поется величание и Ермос девятой песни. На господские праздники. Когда бывает, то тогда не поется достойно. А то на одни все... Да, или на Василия Великого. Когда литургия, это бывает, что она 10 литургий. В году бывает 10 литургий совершается Василия Великого. Ну, так вот бывает. Это признаем, да, действительно, что здесь, может быть, и наше опыт, что надо, может быть, чаще напоминать об этом. Говорит о порядке богослужения. Как себя вести, это... Ну, все. Грешен, каюсь. Здесь, значит, я вовремя не говорил. Ну, насчет угольков-то, ну, бывает, что иногда и выпадет что-то. Тоже это не годится никуда. Но у нас тесно, так что всякий может из нашей заметить. А в алтаре я всегда, когда вот даже уходить, я пройдет час или два, я всегда захожу перед отъездом, всегда прохожу и все проверяю. Что у меня есть в алтаре как? Я так просто не бросил, не уехал. Вот сейчас только заканчиваю, мне уезжать, я обязательно зайду, все проверю. Ну, и у нас есть, которые благословенные часы, всегда я не против, заходите, проверяйте. Не только угольки проверить, но и можно, когда взять и влажную тряпочку, протереть трубы там и протереть на окнах, лампочку бы протереть, как-то бы вверху достать лампочку протереть. Вот. На ней там пыль уже такая. Жель, можно эту пыль даже, наверное, собирать куда-то. Она уж у нас до того намоленная, там уже годами намоленная. Эта пыль. Голову посыпать нам. Да. Ну. Вот. Вот так вот. Какие еще ко мне вопросы? Нет, ну нет, занимайтесь тогда, объявляйтесь, что там есть. Вон, Игнатьевна. У меня еще вопрос. Давай. Ко мне подходят наши люди, которые в коридоре стоят. Коридор у нас как притвор храма считается соглашенными. А когда у меня кончается соглашение, то есть уже он крещеный, но за нарушение он отстранен. Не знаю. Надо как-то или точно, или выдавать ему какое-то свидетельство, чтобы он знал. Он ходит, он молится, и замечаний никаких нет, и не знает. А когда кончилась эпитемия? Я говорю, сколько? Кто ему давал эту эпитемию? Батюшка наш, отец Саакин давал ему эпитемию. А если я кому даю, я говорю, на какой срок? Ну, определено надо, чтобы что-то на руках было, или забыл, или что я говорю, как же так, я не могу знать, или за что ты. Таких срок на руки не выдает. Просто говорится, что тебе дается там поклон, или там вот и проглашенных какой-то месяц, два там, или полгода, сколько, и все, закончилось, он тогда подходит, когда закончилось, он знает, то подходит ему разрешительную молитву, уже священник читает разрешительную молитву. Вот. Так, это тоже. Ну все. Нет больше ничего. Идите дальше в собраниях. Виктор Андреевича, нет? Виктор Андреевич вчера звонил, он уехал в командировку в Москву, в Петербург, на просьбу. Своих молитвах домашних, всегда поминайте его, чтобы Господь благословил его там, и в пути. Спасибо. Вот. Вот. Спасибо. Игорь Михайлович, значит, у вас есть, что рассказать? Тут Игорь Михайлович, у нас переполох маленько, на неделю-то устроил. Да. Ну, коротко, значит, Виктора Андреевича нет. У нас тут порядок такой, собрание, первый ведет батюшка, если он здесь. Видите как. За батюшкой стоял я. Я сам устранился, сижу здесь в уголке. Дальше Виктор Андреевич. И сейчас до его возвращения будет везти брат Севастьян. Помолитесь, чтобы ему больше Бог дал смелость. Он очень робкий такой в этом деле. Стеснительный, как сказать. Громко говорил, и было понятно. А дальше будет видно. Я немножко хотел сказать о сегодняшнем евангельском чтении. 12 лет страдала кровотечением, и 12 лет была девица. Если дважды повторяется что-то, дважды, трижды, это от Бога. Может быть. Два свидетеля, два или три. Везде об этом говорится. Почему? Только в одном событии такое, что дважды одно и то же. Мысль такая приходит. Женщины, когда рождает, она бескровно не рождает. И ее здесь нету. Значит, у нее нормально, по-женски, линии прекратилось. Но где-то началось в этот же день кровотечение. Кто-то принял на себя, как будто бы. Девочка растет, в 12 лет они встречаются. У людей ведь как принято считать? Вот какой-то физический недостаток начинает накручивать. А ты так-то, то-то там, слепой и хромой. Да ты на оба колена хромаешь. Ведь у Бога-то не так. Я говорю, что как на практике меня обращаются, там женщина одна плачет, как воспитывать детей, обращается. Дети у нее оба оказались в семинаре, и теперь она видит, что что-то не так, и вышла на меня. А другой сразу же, немедленно начинает ее осуждать. А-а-а! Это лицемерные слезы. Понимаете? Это запредельно далеко от христианского состояния. А что делает такими жестокими людей с твердокаменными сердцами? Система. В данном случае это люди патриархийные. И самое жестокое, это миссионерские отделы созданы. Не борьба с террором, борьба сегодня с миссионерскими отделами. Террорист, он прямо виноват. Смертник, он террорист. Это обман. В Библии говорится, есть вор и есть лжец. Оба наследуют погибель. Но вор из них лучше. Мы привыкли к этому. Вора поймали, посадили. А лжецы сидят все в администрациях, везде в комитетах, везде до президента. Да его еще самого надо, говорит, во всех странах президента, проверить на детекторе лжи. Куда войска посылали, где что было. Ну, я никого не называю. Ложь. Почему? Дьявол написано, лжец и отец лжи. Батюшка. Вот лжецы должны сатану называть просто батюшка, отец. Обращаться к ним, отец дьявол. Отец дьявол. Я пошла туда. Отец дьявол. Благослови меня своим сатанинским благословением. Я еще кого-то обману. Ну, вдумайтесь в истинные слова. Так написано. И начинает говорить. Заметили что-то. И по-своему толковать. Физический недостаток. Так, а, это вот женщина. Она привыкла командовать тоталитарно. Она к тоталитарному волку и пришла ко мне, к Лапкину Игнатию. Даже сумасшедшими нельзя назвать. То есть к подобному. Выходит, Христос кто был, если к нему блудницы обращались? Она подобного нашла себе или что? Вывод-то какой? Это просто как сатанисты какие-то уже стали. И сказать ничего нельзя. Жестокость. Женщина плачет о детях. И сразу ее немедленно бежать от нее надо. Дети, бегите из дому. В миссионерский отдел. Я прихожу. Нормальные это люди или нет? Или что-то у них сдвинулось и давно уже крышки закрыты, оторваны. Она плачет. Мне не надо рассказывать, как она плачет. Я с такими людьми занимаюсь 54 года. Вот 50 лет было когда. Вначале было слово. Я не могу этим людям ничего отвечать. Бог будет отвечать. Жестокость, немилосердие. А ты сама виновата. Таким говорят, сестра наша стоит на улице. А так тебе и надо. Это миссионер. Почему ты? А ты такая и есть. Правильно поп тебя выхлопнул оттуда, ты стоишь. А он с ней не разговаривал, не видел, не знает ее даже. Ее сердце не знает. Таким жестокими сделает система. Проверим себя, не такие ли мы. У нас тоже есть система. И в этой системе есть грубейшие нарушения. У нас. Вот мы выходим, когда. И в храме написано так. Всякое слово Господа чисто. Не прибавляй к словам его. Дабы он не обличил тебя, ты не оказался лжецом. Лжецом. Лжец. Всякая ложь. Деотец. Лжи. А мы не знаем, а где. Но самое большее там, где святыня. Туда пробирается кто-то, который заставляет. Не прибавляй. Бог не делал этого. Я спрашиваю неоднократно. Я знаю, что ничего не изменит, но я просто делюсь с вами своей тревогой. Я говорю, можем ли мы добавить к слову Божию, к девяти блаженствам еще одно блаженство. Лучше. Да нет, конечно. Ты отдельно пиши там своей, напиши от меня. А кто искажает, где-то добавляет, он имя свое вставляет. Нет, мы не знаем, кто это даже добавил. Он скрывается. Он под покровом ночи это делает. Самое ценное, это то, что называется дважды. Например, много песней в мире составлено. Их сейчас читать нельзя, но есть песня песней. И такая книга так и называется. Премудрого Соломона. Песня песней. Книга книг. Ну знаете, какая книга. У нас слово Библия практически здесь нигде не мелькает. Слово Евангелие Библии. И только вот в этом шлюзе, к батюшке заходить, на детском экране показано. Библия глазами детей. Приводится именно за Евангелие. Библия и Евангелие два слова. Дети нас вывели на это. Наполните жизнь свою этими словами. Святая Библия, Святая Евангелие. И везде так и пишите. Молитва, молитва. Это не то, что мы утром читаем. И не херувимская молитва, молитва. Молитва всем молитвам только одна. Отче наш. Ученики обратились к Господу нашему Иисусу Христу и говорят, научи нас молиться, как Иоанн научил. Иоанн учил. Молиться надо учить. Это курсы надо иметь. Там должно быть включено все, в первую очередь, признание Творца своим Создателем. Отче наш. Не отче мой, а отче наш. То есть это объединяющие. Мы дети одного отца. Дал нам имя христиане. И в конце как? В конце заканчивается. Все это может быть порушено, если Лукавый будет к нам прикасаться. А к святым, говорит, не прикасается он, Иоанн пишет. И что нужно делать? Отбиться от Лукавого. Избавить нас от Лукавого. Точка. Лукав почему-то дальше не стал говорить. А Матфей сказал. И церковь избрала в церкви считать именно вариант. А может быть дважды это Христос учил их. Именно Матфея. А дальше. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. В православных храмах это можно искать и не найти. А у нас это есть. Мы считаем правильно тогда, когда нет батюшки. При нем мы заложники системы. Он добавляет отца и сына и святого духа. Я уже беседовал. Он может убрать? Не может. Но он правильно бы сделал из молитвы, которая Господу принадлежит. Словом Божьим. Добавили слова? Добавили. Хорошие слова. Но Господь не сказал. Хорошие можно добавлять. К слову его. Но в слове его вершина вершин молитвы, которую Иисус учил. Каждый день считается во всех данных храмах. В греческом, старостильном, новостильном. И у нас считается. Помолиться прошу об этом. Мы все виновны, если не скорбим от этого. Что у нас искажается центральная молитва. Меня, когда услышат православное, это сразу правознасят юридиком. Что я сказал не так? Не прибавляй к словам его, дабы он не обличил тебя. Бог сегодня обличает нас. Это не я обличаю, Бог обличает. Можем ли мы выйти из-за той? Не можем. А грех ли это? Не знаю. Я знаю только, что добавлять нельзя. Вот это четко и ясно прописано. А уже какая степень за это будет? Не знаю. И при том как? Только здесь считается. Дома никто не имеет права читать. То есть право добавлять, нарушать слово Божие только священники, только архиереи. Что это? Я ответа не нахожу ни на молитве, нигде. Я содрогаюсь от того, что мы такие бесчувственные. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Нет этих слов там, нету, их не было. Ни в первом, ни в втором веке не было. Кто это придумал? На каком соборе? Зачем? Я для себя ответ я нашел. Это Арий виноват. Он так перепугал всех, что они отца и сына и святого духа не знали куда втолкнуть. Ни в истории против Божьей Матери. Говорил где-то, там архимандрит Евтихий был. Вот теперь счастнейшую хирургим в каждом припеве везде вставляют слово Божие. Ныне отпущаешь раба твоего. Ну, считаем. Мы сколько там? Шесть раз в три. Одна и то же. Это вставка. Шестикратная вставка. В священное писание. Ну, когда вы в вечерном-то считаете, слышите-то. Честнейшую хирургим. А? Честнейшую хирургим шестикратную. А честнейшую хирургим? Ну, вставлять-то. Честнейшую хирургим-то зачем, Батя? Вставлять-то в Божьи слова. В Божьи. Вы сами отдельно составьте. И хоть тысячу раз честнейшую хирургим можно говорить. Но не в слово Божье добавлять-то. Не добавляй, содрогнись. У нас на выходе идем. Запомни это. На всю неделю, на всю жизнь. Сколько раз ты был в храме, столько раз читал. Добавлять нельзя. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Я трублю, кричу об этом. Я знаю, не изменить. Не изменить. Почему? Это вмонтировал кто-то. Кому-то это как раз. Доктор прописал какой-то ему это. Зачем это делается? Вредно ли это для нас? Я ничего не могу сказать. Знаю, что это добавка. А добавка это... Там написано дальше, кто ты будешь. И кто тебе обличать будет. И призываю ни к чему-то. Так считали и будут читать. Но только молиться. Господи. Прости. Когда погиб Баварин, я всю ночь нас банил. Пока на главного редактора не вышел. Нашу общую Ольгу Николаевну. И она сказала, да, он кричен и прочее. Тогда я помолился. Он для нас слишком много сделал. А дальше только додумаешься. За каким пустяком помчался? Где лебедь? Все это с портом связано. Губернатор Красноярского края. Везде. Мизерное, ненужное дело. В масонских протоколах написано. Будем развращать народ модами и в спортом. На спорт какой-то там поехал открывать. В веке не надо. Погубил себя. Сколько дел добрых было загублено. Это мэр в первую десятку лучших мэров России входил. Я попутно это хочу сказать. А почему я сказал о девочке 12 лет? Я не знаю, как-то эта связь имеется. Иначе бы это не было указано. Выходит, часть страдания. Мать страдала, а та, может быть, не страдала. И теперь часть страдания идет туда. Почему Павел говорит? Недостаток скорбей христовых. За церковь его тело я несу. Недостаток мало страдающих. Поэтому на тебя не нападают. Значит, на меня уже трое нападают. На тебя нигде не нападают. На меня уже десятеро нападают. Вот эта взаимосвязь таинственная и страдающий должен благодарить Бога. Вот спросили сейчас. Мне это было где-то, наверное, в четверг. Сидел за столом. Ничего не болит. Слазил голубям, накормил, пришел. И за стола вылазить. О, нога. Не могу встать на ногу. Задеть нельзя. Как будто кости все раздробленные. Не упал ничего. Я за стол уступился. Не ступить нельзя. Боль невыносимая. Будто бы раздробленные хвости с иголками вместе. Что это такое? Нет, никак не наступить. Я тогда чуть-чуть ползком до двери. Открыл все ключи. Замки убрал. Кто придет, чтобы зайти можно было. Что это? Ну куда? На молитву? Присел, давай молиться. Но болит-то нога. А я знаю, что нога. А чего бывает там запора и прочее. До вечера позвонил Виктору Андреевичу. Виктор Андреевич, я тебе скажу одно. Дай мне слово, что ты не приедешь. Мне нужно только знать это. Насколько это опасно. Он мгновенно выдал мне. Приехал. Уже в потемках. Встал смотреть скорую. Так, я сейчас уезжаю. Я уже договариваюсь с краевой больницей. И сейчас вас за вами скорая придет и к нам привезет. Уж этого я никак не ожидал. Он такую заботу проявил. Мне никогда не рассчитаться за это. Но позвонили в городскую. И приехала скорая с железнодорожной больницы поликлиники. Осмотрели. Вот на столе лежит. Посмотри, там диплом профессора, диплом доктора. И там в конце маленькая бумажка такая. Просчитай. Маленькая такая. Во. И в конце что? И она все под вопросом поставила. Ее нельзя сказать, что она... Она подозрение, но не знаю. Почитай в конце. Ну, сигнальный лист. Документ называется. 16 ноября. Установлен диагноз. Тромбофлебит левой стопы. Вопрос. Вопрос. То есть она не отвечает за это. И молодец. А слух скажи, я не повторю. Ну, что-то такое там... Можественное воспаление. Рожественное воспаление левой стопы. Рожественное. В транспортной помощи, но дальше отказ от госпитализации. Ну, на завтра уже. Они приехали, осмотрели. И я не поехал. Они наставили. Ну, распишитесь на бумаге, что... Вот как бывает где-то. Я не поеду. Я говорю, ну, если ничего не признает, куда. Ну, домой. Когда домой-то я не могу со стула встать-то. Куда же я домой-то среди ночи-то? А уже ночь. Я говорю, нет. В утром уже Виктор Андреевич договорился с Николаем Павловичем Кручиной. К восьми он меня захватил и туда. Дальше Виктор Андреевич. Четыре часа меня потаскали. Два раза только на рентген. Кровь там, моча это как всегда. И один кабинет, я никогда не видел такого. Аппаратура там сотни тысяч, наверное, стоит. Не русская. И сразу заходишь, раздеваться до трусов. Все, кончилось. Никакого невидящего, ни погонов, ни орденов. Ложись, ложат. Двое. Одна меня затягивает, а другая слушает. Все время она накачивает. Вот здесь перетянули ногу. Другой она какими-то мажет, там, как вазелином. Ну, такая, как вот, бритвенный прибор. Гель называется это. Надевает, он, Игорь, знает его. Гель это. И везде. И в это время вдруг включает прибор, мое сердце стучит, как будто бульдозер идет какой-то. И все везде, все. И в паху, и молчи сиди. И под мышками, и на шее, и за ушами. Все, и все это там в бумажке написано будет. Везде нормально, проходимость полная. Все, ничего нигде нету. Ну, я всем визиточки давал, я не зря там был. Дальше все надо легкие проверить. Почему легкие, не знаю. Причем тут моя моча, говорит, голову стукнуло. С мочой-то, с этой. Какую-то баночку дали там. Да не знаешь, много ли мало надо, тут еще вопросы какие. И вот все там лежит, вот там вот. Я сегодня прошу очень даже всех наших врачей. Любовь Николаевна, ее дочь Юлия Викторовна. А Юлия нет тут. Вот она. Детскому там не надо браться. Подождать. И вот Надежда нашу дмуху. Кто может, до самого ветеринара, что бы остались. До Насте. У Сталина, говорит, врач был ветеринар. И посмотрите, что. Припухлость осталась. И вот он меня привез. Мария Барабаш у нас еще, она только закончилась. А где она? А вот она. Ну вот там так. Вот интересно. Я там ходил, за Виктором Андреевичем держался, он уже наступал утром. Но от него вернулся, сел за стол и опять за компьютер. Встал, нигде ничего не болит. Вообще ничего нету. Я встал, попрыгал на ноги. На какой, даже не знаю еще. На ноги-то. Так не бывает. Пол нет всего, фактически-то и болело где-то. Стал осматривать. А Виктор, я им говорю, они не от этого ли. Врачи совсем мало слушают нас. Я их начал даже немножко подучивать. Я говорю, а в древности было так. Так, у врача главное это трава, скальпель и слово. Но слово стояло на первом месте. А у вас один скальпель остался. Трава, вы не знаете, химии дали по рецепту. А что там в нем, ты не видишь. Ты сама состав-то не составляешь. Там может быть стряхнин какой-нибудь лежит. А то ты знаешь-то. Я праву записала. Ну разом вы эти шприцы привезли, где детям делали. Те оказалось, все зараженные. 470 детей зародились ПИЗом в Элисте. Игрушка эта что ли? Как они могли там в запечатанном виде оказаться заражены? По сегодняшний день нигде я об этом не читал. Ну и здесь. Вот я стучу ногой, нет ничего. Но у меня на ней сверху какие-то пятнышки. Нога припухла и правда краснота исчезла. Что-то есть. Они предположение сделали, что воспаление костное. Костное. Предполагали подкожная рожа какая-то. Что за рожа-то еще подкожная? И как они про нее могли узнать-то? Посмотрел по внешнему виду. Я не знаю. Я просто прошу. Нигативность никакого смеха нету. Вот сейчас подошла муха, Надя, и мне уже бутылек принесла, какой-то корень. Но никто не говорит, сколько стоит. Я не могу так пользоваться. Ногу натирать сверху. Я боюсь всяких этих примазок. Я попрошу, останьтесь, я вам покажу ногу, и вы мне расскажете. Надо, нет, мне хочется, что есть. Я говорю, а можно ли что ногу парить? Нельзя. Я, кажется, наоборот все делал. У меня, что, просужены ноги. Я теперь обываю хорошую, надеваю хорошие носки ночью-то и валенках-то. И там как перегреб. Я говорю, не может быть, они даже не слушают врачи меня. Да нет это-то. Но у меня положительно еще что-то там было. Я встретил человека, который делал мне операцию, тяжелейшая была, на позвоночнике. Вырезал. Долженко. Запомните, Долженко Дмитрий Андреевич. Теперь он, тогда был кандидатом, сейчас он профессор и доктор медицинских наук. Я фотографию принесла. Это надо видеть его. Виктор Андреевич его все-таки нашел, где он там же, в краевой больнице, девятиэтажке. Он обнимает, он смотрит. Весь лучица-то, просто лучица. Ну, на какой человек. Он приезжал в Потеряевку, когда после операции с женой. А потом поехал в Санкт-Петербург и говорит, вот у вас такая операция, насколько успешна была. Я буду доклад делать в Санкт-Петербурге, про это расскажу. Мы, конечно, пригласили. Вот я вернулся, ничего нет. И прошу меня в списке больных не записывать. Нигде. Просто запишите в благодарственную статью, что Бог меня помиловал. А как вы объясняете? Ну, я смотрю на картину Ивана Грозного, он копьем ударил там сына. Я смотрю, подошел ангел и мне, может быть, ткнул маленько, чтобы не дремал-то. А потом снял. Я сразу о смерти задумался. Тромб, если оторвется, конец. То есть я-то из-за чего поехал, что тромбоплебит. Это сильно опасно. Достаточно одного тромба, чтобы человек сознание потерял и все кончилось. Ну и узнали в интернете. Не знаю даже, как узнали. Сергей, кто там старался? Я не знаю, из каких только стран в начале совета идти перец растворить там и сидеть в ванночке. Ну, короче, так, спринцовку в рот и водолазный костюм закрыться. Но все молятся, все благодарят и не было. Даже самые враги затихли. Или болезнь необычная, или они не спопашились в это время. Вот. Еще о чем я хотел вам сказать сегодня. Лев Толстой, Лев Николаевич, писатель, говорил так. Все, что во мне есть, когда он стал уже известен на весь мир, половина этого, я сейчас могу ошибиться, он половину или больше сказал, я получил до четырехлетнего возраста. И вдруг сейчас я в интернете нахожу, кто-то мусульмане или кто говорят, ребенка дайте нам до пяти лет, а дальше вы учите, с чему хотите. Кто это сказал на сегодня? Евреи. А? Евреи так говорят. Евреи так говорят. Евреи так говорят. Истина так. Вот в это время надо закладывать с ребенком. Не просто играть, как с котенком. Дать им, вот мне мать что заложила, что есть Бог, есть страшный суд, и вот это нельзя. Я пронес через всю жизнь. Но, если человек обращается к Богу, Бог все запоры детские снимает и вставляет новое. Он переформатирует человека, Дух Святой. Евреи сказали правильно, Лев Толстой сказал правильно, для общего. Как вот мы поехали о странах, что говорили, нельзя какие недостатки в Польше. Чечне голову режут. Мы проехали Турцию, Чечню трижды. И нигде с нами не поступили так, а принимали как родных. Почему? Мы молились и за нас молились. Поэтому, если до пяти лет вы пропустили уже этот момент, и черная лента уже обвела ему голову, а почему когда двое, один родитель тут, то здесь. Вот возьмите, у нас которые есть, наши которые прихожане. Если он еретик какой-то, он у нас пока не здесь, а дальше они все еретиками такими же делаются. Ну, возьмите, я не вижу сегодня Елены с Аполлинарией. Ее старшая дочь была здесь, Таня, Маша. Подрастают, муж неверующий, они уходят и совершенно нормальной мирской жизнью даже не живут. Это мать все рассказывает. Почему? Я не знаю, но думаю, все-таки он на работе, ты больше была дома, могла ты больше заложить. Нам мать заложила это. Вот батюшка... Мы не знали Евангелия, ничего, но знали посты. Эти люди посты начинают нарушать. Мы твердо держали. Ну, у кого, кто имеет общение с детьми, постарайтесь. С великими процентами ваш кредит придет. До четырех лет это самое главное. Все время пойте ему песни, говорите о Боге, вместе молитесь, чтобы он побегал, поиграл, как про одну тут мне рассказывали, Фина Пантелеевна, у них там горбатенькая была. Он бегает, и она больная. И он такой побегает, забежит, говорит, мам, давай помолимся. Мам, давай помолимся. И оба умерли. Вот как. А не так, как один стал проповедником, говорит, он с монахами связался, но ему было-то, говорит, лет на 8. И он это все впитал. Надо в монастырь, а монастыря нет. И он бежать, отец приехал, мать, говорит, не знаю, ну он по дороге. Ну догнал, и да куда тебя черт понес-то? Он, это я запомнил, что черт понес меня, говорит, вернулся домой. А дальше стал ждать, это Спиридон, когда ему Господь открыл истину. Но это не на самых лучших миссионеров в России будет. С заключенными, с бурятами. Мы говорили вот об оглашенных. Знаете, у нас эта сторона в храме более наполнена. Оглашенные заходят за дверь, чтобы не видели. Да я остаюсь на месте здесь. Так что вы не думали там, что мы что-то нарушаем. Вот где дверь открывается, и они уже знают, все оглашенные туда выходят. У нас притвор, это часть коридора, которая дальше нашей двери, которая напротив алтаря. Еще. Вот у нас ушли, я смотрю, эта фотография сегодня попала. Памятник репрессированным, здесь такого старого базара. И я там был, и дали мне там, подошла киностудия какая-то снимать. Прям на меня вышли, я даю. И я стою, сфотографировался. С одной стороны стоит сестра Гали, которая ушла, и другая. Никакого подозрения не было, что уйдут. Вы их увидите, если где-то, еще раз поблагодарите. Вот я захожу в лагерь, и большой бак стоит. Кто? Галя Силина. Пришла на работу, сварить такой-то толщины, такого-то размера. Он начальник, она, знаете, как встала ему до детского лагеря, то другое. Ну, привезли, а Николай Польгуев приехал, сварил, и там вода. Поблагодарить ее. Она очень хорошая. Лидия ушла. Ее муж где-то имел доступ к этим мешкам, которые на картошку. По сегодняшний день еще не истратили. Поблагодарить ее. А уж про вторую-то Галю говорить не надо. На Евангелии везде ее, она к корректору у меня была. Мы должны помнить это. Сто раз плохо сделали, даже не вспоминая. Один раз добро. Эти люди многократно делали нам добро. Ведь мы все этим пользуемся. Не для меня они это делали. И мешки тут привозим, и раздаем, и все. Вот какие хорошие у нас люди. И ушли они по-прежнему хорошие. Галя эта, Лидия говорит, болеет. Чтобы ее тоже записали у нас где-то, кто записывает-то. Записываешь, знаешь где. Вот. Немножко еще. Знаете, как вот, есть такой рассказ, как узнать. Говорят, в овечьей шкуре. Волк в овечьей шкуре. Не лев в буйволовой шкуре, а волк. Ну и говорит, а хозяин-то знает как. Он же в овце-то когда заходит, он встанет, а встанет, чтобы по одной заходили. Ты каждую прутиком, а когда прутиком овечку стегнешь, он присядет и шмыгнуло. А волка только хлопнула, он у него шкура, он сразу зубы обернул и щелкнул. Вот у нас бывает, никакого замечания сделать нельзя. Только маленькое замечание, пыль до неба поднимается. Нехорошо это. Это касается братьев, сестер, кто не отвергся себя. Отвергнись себя, тебе разницы нет. Тебя топчат, бьют. Ты только переспроси, где. Вот один заходит, я с вами не согласен, у вас то другое из Америки. Не уходи, покажи, что не то у меня. Он не говорит. Ну ты же сказал, теперь мне покоя нет, и не так я не войду в Старство Небесное. Ну скажи, где мы не так православные. Так и не говорит. Это привычка такая. Но я знаю, в ответ ему уже сказать нельзя, он тебя сразу укусит. Для себя проверьте. Вот в монастыре ко мне приезжал Юрасов Амросий, очень известный архимандрит. За ним КГБ гонялось по горам здесь в свое время. Он у нас не раз был, он кажется то ли бийский или рубцовский. И они, говорит, в монастыре устраивают специально. И говорит, это, так, ты сестра что-то там заснула, ну-ка встань. И начинает ее, да ты такая там это, ну придумала. Я не считаю, что это правильно, но все-таки. А она молчит. Что-то при нем Надежда Васильевна у меня сказала так вот. Он сразу, ты требуха вонючая. Ты что рот раздеваешь на кого? Тебе позволено ли тебе позволено молчать? Тебе позволено молчать? Тебе требуха вонючая, запомните без сегодняшнего дня. И, гляжу, моя Надежда Васильевна скисла. Все. Вот у монахов тоже есть опыт, и его можно брать, я не знаю, всегда или не всегда. Если где-то нас толкут, бьют, надо разобрать, это правильно, неправильно. И от того, что я не отвечу, будет ли вред. Но если поносят церковь, Иоанн Златов говорит, святые отцы никогда не молчали. Они давали такой отпор, что, говорится, дым до неба был. Все пожигали словом своим. Пророки уже пророкам не уступали. Надо узнать конкретно меня за что-то. Где-то. И тогда разговор будет другой. Если мы хотим, чтобы мы дошли до обещанной пристани, когда молимся избавить от лукавого, мы должны понимать, что под лукавым подразумевается. Слово лукавый и зло во многих языках имеет одно и то же слово, одно и то же значение. Эвол и рядом зло, дьявол. Так от чего избавить? От врага. А сколько врагов у нас? Три врага. Три. Ну три-то можно запомнить. Первого ты хочешь посмотреть, подойди к зеркалу. Если оно хорошее зеркало. Можно в воду, когда волнения нет. Ну второй враг. Это ясно дело он. С рогами, с хвостом, с копытами. Подойдет кучерявый. И никогда ты не подумаешь, за кого замуж выскочишь. Ты нарисовала себе образ? Он в таком виде тебе и явится. Это печаль сатаны Мария Карелия описывает. И третий враг. Это мир. Не дружитесь миром. С мирскими наклонностями. И с людьми, которые мирские. Потому что тебе будет название не христианка, а прелюбодейка. Тебе не христианин будет и мне, а прелюбодей. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Яков 4.4. Не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога. И так кто хочет быть другом миру, хочет только. Становится врагом Божьим. Ты нарисовала себе образ какого-то там. Он в таком виде. У него денег не было. Миллионер явился, ему деньги стал сыпать. Ты желал красавицу, он лучшую красавицу Лондона дал. А сам через нее подошел. Поэтому не надо ничего загадывать заранее. Но в любой молитве в конце сказать, да будет воля твоя, чтобы Лукавый только не вмешался в это. Все. Я хотел поблагодарить за молитвы. У меня тут опять с техникой, не знаю, специально что-то делается. Короче, чуть машина не сгорела. Но вез, довез Никиту здесь из Мороза, ну, позавчера, в пятницу. И обратно Марину тут вез. А там еще собаки у нас были. Еще две начальницы Маринина попросились там по пути. И на площади Октября начался дым, пошел. И главное, внезапно так завоняло все, прям гарь такая. Я окна открыл, на красный свет пришлось проскакивать, потому что я вижу, что тут что-то непонятное. И черный дым повалил. Ну, все эвакуировались. Я там, прям посреди площади Октября туда. К этому, к девочке, памятник-то этим первосеведцам. Прям туда подъехал. И заглянул уже, смотрю, там пламя. Прям вот. И прям под рулем у меня. Пламя так вот, огонек веселый такой идет. У меня ни отвертки, ничего нету. Открутить-то, чтобы подлезть. Я думаю, ну, сейчас сверху пеной попробую. Огнетушитель, щелк, огнетушитель не работает. То ли замерз, то ли не знаю. Ну, в общем, не сработал. Ну, и все, у меня последнее только осталось. А я еще бегаю, господи, пламя, господи. Я упал на колени уже, перекрестил это место три раза. Ну, больше не знаю, что делать. И дым раз, и внезапно начал прекращаться. Ну, где-то минута, может быть, еще стоял. Потом меньше-меньше я заглядываю уже, нету пламени. И, ну, в общем, прекратился полностью. Ну, до сих пор еще вот воняет этой проводкой. Там была проводку, просто провели. Это не машинная была проводка, а дополнительную проводку провели туда. Без меня уже. И там было заизолировано. И две изоленты соприкоснулись. А между ними пошел контакт все равно. И все вот это загорелось. Там скотч, изолента, все это вспыхнуло и начало гореть. Я не знаю, но потухло, я думаю, только по молитвам. Потому что что им удачи-то не гореть этому всему. Просто вот прогорела вот сама изолента, выгорела. Прогорел этот скотч. И прекратилось пламя. Да, это все уже мелочи. Главное, что не сгорела машина. Потому что там вверху, прям вот где пламя било, там столько, ну, идут провода все машины. Там сотни их, вот мелкие провода. Вот такой пучок. Если бы они загорелись, то я не знаю, что бы там вообще. Она взорвалась, она взорвалась, она взорваться могла. Вот еще. Так, маленькая, ну, говори тогда. Татьяна Александровна позвонила и поклон всем передала. Ей облегчение есть, конечно, но еще все болит. Ценгай, ну, да, хотела прийти, как бы даже, но побоялась, что не сможет. И коленка болит у нее. Вот маленький зимой, мой зимой. У нас детский лагерь когда был еще, мы с детьми ходили по дорогам. Ну, когда идем, бедя. Дети уже это знали. Собираем все. Стеколки, самая маленькая какая-то, на по полям ходили. Большую кучу нас собирали у Игоря. А он нам, конечно, сливок даст. Стеколки, все. Вот, на разные самолеты есть. Есть Boeing один, самый современный. Но обычно самолеты летят, которые вот обыкновенные, там, 250, там, 300 километров. Реактивные, там, 700. Это 2200. Самый комфортабельный, самый лучший самолет. Ни одной аварии нет, 2200 в час. Это кондор, это не... Ну, кондор, там, я не знаю, что там. И что? И однажды только он поднимается, который там сидит, наблюдает, садятся смотреть, а смотрят, у него сзади пламя горит. Он ему сообщает, а тот не слышит. И он всего только пролетел там, ну, не знаю, немного пролетел и упал на гостиницу. Все люди погибли, конечно, 120, кажется, человек было. Теперь стали исследовать и нашли. Нашли причину. Причина это в любом из нас. Я уже концовку говорю. Оказывается, до этого садился самолет, там, Boeing или какой. И от него, ну, вот, примерно полметра вот такая отлетела полоска вот такой ширины. И она попала как раз под колесо. И на такой скорости, ему 350, надо, километров в час, чтобы взлететь. Разгон такой. И шину прорвало. И шина эта, когда крутилась, и узнали все, 4 килограмма отлетело. А вот это камера, это, покрышки-то. И ударило в крыло. В крыло снизу. А расчеты развелись на 1 килограмм, если что-то случится. 4, никогда ни один, даже не думал, откуда это будет. Дальше, прорыв бензина, прорыв электросетей, провода вот так болтаются, наконец-то делились, искра первая, и все вспыхнуло. Из-за чего? То, что лежало на земле. Учите детей своих убирать все, что лежит на дороге, когда идешь. Шофер часто этого не видит, он вперед смотрит. Мы детей приучили к этому. Наши дороги, где наш детский лагерь проходил, были абсолютно чистыми, как с магнитом проходили. Там по старой обуви там было, или деревяшка. Все убирали, под дерево ложили или закапывали. Вот такая трагедия. У нас еще немного времени есть. Мы сейчас еще прочитаем толкование на апостольское чтение. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, толкование. Дела дурные происходят только от нас. Поэтому он и назвал их делами плоти, которые вместе с тем совершаются с усилием и напряжением. Добрые же дела требуют не только нашей заботливости, но и содействия свыше. Поэтому назвал их плодом духа. Так как от нас дается семя, то есть произволение, но чтобы стать ему плодом, это зависит от Бога. Корень же всех благ он полагает, во-первых, в любви, а потом в радости. Ибо любящий всегда радуется, даже и когда переносит зло, потому что на причиняющего зло он смотрит, как на благодетеля. Но радуется о Боге, так как все для него делает и переносит, и вследствие этого веселится с благой совестью. А от любви и радости он пользуется и миром душевным, потому что не волнуется помыслами и со всеми посторонними. А если, казалось бы, он и оказывает вражду кому-нибудь, то враждует не против самих людей, а против их пороков. Он любит их как братья, и эту вражду он проявляет к их пользе, чтобы они исправились. Долготерпение по Писанию тем, по-видимому, отличается от кротости. Что долготерпеливый после долгого размышления не поспешно, но медлительно полагает соответственное наказание на грешника. А кроткий совсем прощает. Как, например, Моисей, простивший Мариам и Аарона, был назван кротким пред всеми живущими на земле. Благость же нечто большее, более общее, сравнительно с милосердием. Благо Господь ко всем вообще, но милосердие благодетельствует только достойным, по выражению. Благотвори Господи добрым. Псалом 124, 4 стих. И о вере говорит не о простой, но о той, которая двигает горами, который, несомненно, верит, что невозможное у людей возможно для Бога. Но выше всего воздержание не от ясв только, но и от всего дурного. Его душа, совершающая таковые дела духом, не имеет нужды в наставлении закона, будучи сама выше его. Подобно тому, как от природы быстрые кони не нуждаются в бече. И в данном случае он устраняет закон не потому, что он плох, но потому, что он ниже подаваемой духом мудрости. Галатам 5, 24. «Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями», толкование, как бы на тайный вопрос, кто это так добродетелен, как ты говоришь? Он отвечает, «Те, которые христовы», то есть те, которые составляют удел Христов, распяли плоть, то есть умертвили телесные помыслы. «Ибо они не самих себя умершляли, под плотью ты, разумеи, не существо плоти, а земные помыслы, так, чтобы не жили в них ни страсти, гнева, ни похотения, но те и другие были распяты и умершлены». «Или страстями он называет вообще страстные действия, происходят ли они от гнева или от похоти». «Итак, он говорит не только об умершлении таких действий, но и о их самих причинах, то есть пожеланиях». Галатам 5.25 «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Толкование. «Если, говорит он, такова сила Духа, то ею и станем жить, и ею довольствоваться, ибо выражение «по Духу и поступать должны» употреблено вместо «будем довольствоваться силой Духа и станем искать помощи у Закона». «И не станем искать помощи у Закона». Галатам 5.26 «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Толкование. «Этим показывает, что обольстители их из тщеславия взялись за это, ибо в этом причина всех зол. Вызывая друг друга на спор и расприю, подобно тому, как если бы кто-нибудь говорил своему противнику, «Если ты силен, давай померяемся силами, а так как от тщеславия происходит зависть, то он и запрещает ее». «И еще, я напомню...» «А у Николая Фольгу сказали, нет?» «Да, сказали, да». «И еще, я, раз уж встал на это место, буду, приниму эстафету от Виктора Андреевича и буду говорить вам, что будем ходить на службу по субботам тоже, потому что богослужение начинается, воскресное богослужение начинается в субботу. Да, я понимаю, что сейчас морозы и, может быть, это многих испугало, но по субботам ходит мало. Дальше занятия будут?» «Да». «Занятия будут, да». «Дальше присмотрения, занятия, трапеза». «Я общаюсь иногда, и мне Татьяна из Тогола звонит, она говорит, я за вас молюсь, я вас помню и благодарна вам за все, как она у нас тут была. Так что, и говорит, молюсь за вас, но я-то за нее всегда молюсь и общаюсь с ней часто. Так что, привет ты нам передаешь. «Привет передаю, да». «И благодарна за все, что она пришла и видела, и…» «И от нас передает». «Она как-то где вот Игорь там, брат?» «Ну и у меня тоже. У меня просьба, братья и сестры, не оставляйте, пожалуйста, молитвами Андрея. Там сейчас у нас такой человек посерился. У меня есть такое подозрение, что он в летной школе уголь ворот. А Андрей каким-то образом ему помогает. Потому что я не знаю, откуда Андрей деньги берет на спиртное. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте молитвы. Тогда господи. Ну, ладно, молимся. Достойно и святого лесену, блажите Тя Благородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафин, без истления Бога Слово рушую, сущую Богородицу Тя величает». Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что скрыли имя Твое, Бог Егова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия оба очи. Господи, научи нас мекратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова